Балетный марафон завершен. Четвертый сибирский фестиваль свел на одной сцене звезд балетом. Благодаря им зритель увидел всю палитру классического и современного танца. Меню для балетоманов подготовили искусно. Номера, как изысканные ингредиенты, легли на праздничное блюдо. Причем не обошлось без перчинки, придающей особую пикантность. Вместо заявленного в программе «Вечера» Ивана Васильева выпорхнул Семен Чудин. Новосибирец теперь звезда. Кстати, по мнению авторитетного издания. К сожалению, не так часто я бываю дома. И хотелось бы почаще, потому что график роблаз очень напряженный. Очень много новых спектаклей, очень много всего, новых постановок. Но всегда, когда едешь, очень тепло и очень приятно. Публика встречает как родных солистов Берлинской штатс-оперы и Мариинки. Видели, знаем. Артисты балета в долгу не остаются. Новосибирцы выделяются среди театралов других городов постоянным аншлагом. Приятная публика и такой огромный зал. Иногда такое впечатление складывается, что весь город может присутствовать на спектакле, потому что театр позволяет такие возможности, такая сцена и такая аудитория. Следующий год для фестиваля – пятый. Маленький юбилей, скорее всего, преподнесет большой сюрприз. Нужно приглашать и солистов, и спектакли уже готовые, которые интересны будут для новосибирцев, чтобы расширить художественный диапазон впечатлений наших жителей города. Один из номеров традиционно будет от Анны Жаровой. Прима давно мечтает о творческом вечере и в следующем сезоне собирается его подготовить. Мне бы хотелось, конечно, поработать с новыми балетмейстерами, да, и поставить, может быть, еще парочку балетов на меня. Закрытие фестиваля для танцовщиков театра – как репетиция перед финалом всего театрального сезона. Это будет уже новое танцевальное блюдо. Какое именно – попробуем уже через месяц. Валерия Чернышева, Евгений Живаев, Вести, Новосибирск. Продолжение следует...